Увеличили мощность до 32 мегаватт, соответственно, на 17 мегаватт больше, чем предыдущие. Обеспечивает два микрорайона. Это у нас Хатунок, это Первомайский район города, центральная часть. Соответственно, усилили также социальные объекты, школы, больницы. С 1950-х годов постройки эта электроподстанция сильно устарела и износилась. А ведь ей работает для 30 тысяч жителей Новочеркасска, плюс соцобъекты. Теперь у нее новая жизнь после полной реконструкции. И начало ее фиксирует группа губернаторского контроля. Мы получили новый объект. Старый объект был демонтирован. И одновременно с ним была возведена новая подстанция, которая практически вдвое больше по мощности. Соответственно, надежность потребителей улучшилась многократно. И, соответственно, мы получили свободные мощности, которые позволяют в дальнейшем развивать вот эти два микрорайона города Новочеркасска. Все новое оборудование российского производства не хуже зарубежных аналогов. Два мощных силовых трансформатора, современные устройства контроля и мониторинга текущего состояния оборудования, комплексная система безопасности и система дистанционного управления, с которой не нужно постоянное дежурство оператора. Та задача, которая выполняется, это импортозамещение. Это то оборудование, которое, значит, все отечественное на сегодняшний день используется в данной подстанции и в работе в технологическом процессе. Поэтому это очень важно. Возможность замены оборудования в случае необходимости и эксплуатации. А это уже улица Ефремова, участок которой болевая точка водоснабжения города. Из-за сильного износа трубы здесь часто рвет. Но больше 400 метров их уже меняют. Трасса занимает протяженность 400 метров. Меняется водопровод в чугунный на полиэтиленовый с устройством гильзы в районе перехода под автодорогой. Подключаем 22 абонента новых. Реконструируются колодцы в количестве 15 штук с устройством трех новых. На строительство и модернизацию объекта водоснабжения и водоотведения Новочеркасску выделен займ фонда развития территории в 374 миллиона рублей. На эти деньги заменят 15 километров водопровода и 4 километра канализации. Плюс построят 11 километров канализационных коллекторов. Возглавляющий группу губконтроля Игорь Сорокин возложил цветы к памятнику братьям Воробьёвым, погибшим в зоне СВО в марте 2022. У нас запланировано на следующий год уже средства, предусмотренные в бюджете Ростовской области, соответственно, федеральные деньги для реализации объекта. Это сквер, посвященный памяти братьев Воробьёвых и всех погибших ребят в ходе специальной военной операции. Имя братьев Воробьёвых присвоено скверу за кинотеатром «Космос». Его благоустроит по нацпроекту «Жильё и городская среда». Роксана Базазян, Юрий Санкин, Первый Ростовский.